А не спеть ли мне песню про ПИСЮН? Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг, УРОДИНА. Кто бы мог подумать, что мы вот так быстро выйдем на финишную прямую и закончим рассматривать прекрасный чешский видеогейм под названием Kingdom Come Deliverions. Честно сказать, это был хороший экспириенс. Мы бухали со священником, получали пиздюлей с молоденьким паном, взломали блогера, трахнули трапа и просто приятно провели время. К сожалению, некоторые квесты все же прошли мимо нас. Но не беда, ведь ничто не идеально. Верно, коммунизм. Верно, теория Дарвина. Верно, Готика 2. Я тебе сейчас в очко. Даже. Не даже. Я доволен своим прохождением и всем тем, что происходило в игре. До этого момента. Потому что финальные часы игры я не могу назвать иначе, кроме как Блядославский цирк. Пора вам, мои дорогие, узнать, чем же все-таки закончится эта история чешского косипоши. Захватив пана Ежика в шахтах и расправившись с бравым рыцарем Ульрихом, мы отдыхаем по совету мастера Тобиаша перед дорогой к Рацегу. Для начала, дабы поднять мой пенис и дух, я нарвался на банду озверевших селянских рейдеров, которые, похоже, решили, что давно не получали в жбан. Я даже для этого приобрел специальный топор, дабы убийства были более эстетичными. Хм, какое-то неприятное ощущение после убийства трех жалких невооруженных ансабов. Я не чувствую себя отдохнувшим в физическом, моральном и анальном плане. Мне нужно еще. Поэтому я нахожу лагерь разбойников, которые уж точно вооружены получше. И тут вроде бы я должен подготовиться и скрытно вырезать их один за другим, прямо как в игре Джагед Хуягед. Но... Эй, ребята, чилите, да? А давайте чилить вместе. Эх, наточил я свой топор, Ницше Сталин Светобор. Эй, ты тут главный, да? Пизда. Хэй. И вот, я снова вырезал целый лагерь. А лучше бы купил Игор на Гейб Стор. Здесь ты можешь найти самые сладкие игры для полного расслабления. Хочешь сбросить напряжение в компании сексуальных парней в коже? Пожалуйста. Хочешь облизать леденец молодого офицера? Пожалуйста. Хочешь, чтобы тебе облизали леденец? Пожалуйста. Ну а для самых искушенных в нашей библиотеке найдется кое-что пожестче. Только не забудь сказать, стоп-слово. Внести арканье в полофсе тариф. Нет, 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 нет. Гейб Стор. Ссылка в описании к видео. Вот теперь свежий и отдохнувший, прям как после соляной пещеры в санатории Афганушка, можем двигаться дальше по сюжету. Приезжаем к пану и узнаем, что пленник наотрез не хочет ни с кем разговаривать. И единственный человек, с кем он готов вести переговоры, наш полоумный Индржрррррррррррррррх. Ох вы европейцы, что ж вы не бережете то себя? Поднимаемся в башню и заводим диалог с Ежиком, из которого узнаем, что за неимением финансов замка и земли, коей отобрал Марк Граф, пан соблазнился заработком, который ему предложили старые друзья в Калине. И нет, это не работа проститутки, политика и гробовый журналиста, ведь тут требуется хотя бы двухзначный IQ. Эти же друзья свели его с Эриком, неким чужеземцем, что организовывал всю работу и передавал поручения от своего господина. О котором мы все так же ни чихуа не знаем, анонимус ты чертов. Напоследок Ежик просит нас замолвить словечко за ним перед Ратцегом. Говорим, что сделаем все, что получится, но ничего не обещаем. Теперь пора рассказать это все кобыле. Пан советует вернуться нам в Сазаву и разыскать вербовщиков, чтобы, как говорится, быть на шаг впереди и иметь возможность узнать план разбойников. Так что придется облазить весь город, может кто-нибудь что-нибудь слышал, а может даже кому-нибудь придется дать пару раз в пиздык. Seems good. Правда, дать пару раз по щам пришлось на полпути к городу, так как ни с того ни с сего на меня напали бронированные негодяи, а я как назло оставил свой убер-меч в моем верном коне. Помогите, он свои вещи прячет далеко не в сидельных сумках. Иго-го. Так что пришлось их ушатывать своим верным топором, которым ну я совсем не умею драться. Правда, буду с вами максимально честен. Ближе к концу игры вы уже забиваете на все эти комбухи, сальтухи, финты и пируэты. Чем больше вы деретесь, тем больше ваша сила. И уж вы поверьте, к концу игры Касипоша по силе не уступает горе и Хлое Мурец. Так что просто ставим блок, бьем в сосалочи и кайфуем. В конце концов, мы таки на месте. Для начала наведываемся к Рихтержу и узнаем, че почем. Как оказалось, в городе все спокойно. Никто ничего не слышал. Жалуется лишь один старый кожевенник, мол, в каменоломне драки устраивают и шумят часто. Но, как сказал Рихтерж, он всегда воняет, поэтому я не обращаю внимания. Дмитрий Медведев, что скажете про народ русский? Он всегда воняет, поэтому я не обращаю внимания. Добираемся до Коски Кожевенька и интересуемся у него, что же за проблема его тревожит. Оказалось, местные борцухи пытают части за домом бедного работяги. Вечно пьют и пускают Гадзу, как стадо свиней по весне. Дядя сам было пытался разобраться с ними, но булдыги натянули его глаз на жопу, так что Коска теперь вынужден залепить свою дуло. Говорим ему, что разберемся с этими ублюдками, на что получаем благословение от работяги и пожелание удачи в нелегком деле. Находим небольшую арену за домом, где поблизости трутся несколько гачебоев. Говорим с одним из свидетелем Аники и узнаем, что из-за информации и спокойствия Кожевенника нужно отмудохать всех борцов. Справимся, они уйдут, не справимся, уйдем мы. Но благо наш Ибрджгвжих такой сильный, что может ни раз, ни два. Я дед Борис, а ты елда. Нагинаем раком всех троих, и один из парней советует... ПОСКОРЕЕ К НАМ ИДИ! ...вечером в Костел, говоря, что там нужны такие бойцы. И если Интра приглянется нанимателем, считай работа в кармане. ВПЕРЁД, СЛАВЯНИ! Нахожу во внутреннем дворе Костел, захожу внутрь... Нахожу во внутреннем дворе Костел, захожу внутрь, дожидаюсь ночи и наблюдаю вот такую картину Репина. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Разбойник пытается выяснить, как мы узнали про это место. Говорим, что нас послал человек Рихтер же, тот, кому мы наваляли на арене. Разбойнику это ничего не дает, так что нас отправляют на испытание. Найти и убить святошу Как оказалось, это один из шайки разбойников Кто дал заднюю Параллельно прихватив гроши и убив пару человек Очень по-христиански, очень православно Так что наша задача убить его И тогда парни примут нас в их ультра-радикальную бандитскую общину Но вот в чем загвоздка Паренек сейчас находится в монастыре в крытой галерее Куда допускаются только монахи В монастырь можно попасть несколькими путями Можно найти в карчме челобранчика, что собирается принять постриг Забрать у него письмо о приеме в епархию И выдать себя за него А можно найти путь через пещеру святого Прокопия Но честно сказать, я нихера не понял, где этот путь Так что я избрал другую истись Уточняем для себя, как выглядит святош Разбойник говорит, что он всегда хорошо одевался У него отличный кинжал, да и на районе он пацан не последний Но ведь церкви одевают в рясу и отбирают оружие, воскликнем мы Как мы тогда его узнаем? А вот это уже не наше собачье дело, говорит хряк Нашел, убил, забрал его особо игральные кости, дело с концом После всего встретимся на болоте, где ты должен будешь развести кайсер, чтобы мы знали, что это ты Все понял? Да, сэр, есть сэр Направляемся в корчму, чтобы найти будущего послушника церкви Карл, так звали паренька, мило посиживал за лавкой и попивал пенное из кружки Пиво пенное из бочки Узнаем у него, что все ценности находятся у компаньона Карла Мантфорда верного стража, что должен сопроводить мальца в монастыре Подумаешь, нужно всего-то выкрасть бумагу у соседа Что, я совсем чмо криворукая, что ли? Не смогу такую ерунду сделать? И так сойдет Забираем бумаги и отправляемся к брату-привратнику Докладываем, что мы тот самый Карл, кого ждут в этой обители девственников Нам говорят продать или раздать свои вещи нуждающимся Оставляем свои вещи в сундуке и переодеваемся в мешок из-под картошки Музыщет ли я действительно? Ты должен тебя познакомиться, потому что ты удален в этой веке Дюйзем, эту кутку ты держишь в целом жизни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 где, по всей видимости, в ближайшем времени из нас будут делать немецкие сардельки. Но пока нам дали форум. Хер Тюрбани начинает затирать какую-то дичь про нашу безопасность и про хороший выкуп от нашего отца. Но мой отец мертв. Его убили сыны собаки, наделав в нем кучу дырок. Ошибаешься, ви пердёшь. Твой отец жив. Его зовут... Пан Рацик Кобиля. НИХУЯ СЕБЕ ТВИЗ? И как давно вы скрывали это от меня? Почему какая-то чурка и наземный в курсе такого я нет? А ещё этот СВЧ Балгарин прикарманил медь, шу батька наш выковал. Или он уже не наш батька? Затем этот хер Моржовый начинает хвастаться своим войском, мол, у залупы конской вместе с Ганушем и Дивишем даже и малая часть не наскребётся, а король до сих пор в плену, так что сосать вам лохматый до конца ваших дней. И вот, в плену мы теперь надолго застряли. С этими словами Сморчок покидает сарай, оставляя Додика по имени Уду превращать пушку Индра в кусок вяленой свинины. Твист на твисте? Ну что за игра? Сбышик, наш старый знакомый, тот хер, что лопатой пытался пробить собаку, а после хороших люлей по жопе натравил на нас коротышку и его банду. Твит пытается нас спасти. И не по доброте душевной, как могло поначалу показаться. Сбышику нужны гроши, чтобы начать новую жизнь, так как жизнь разбойника заиграла совсем не теми красками, какими прежде казалось. Устав быть мальчиком на поебушках, Пайнер решает нас спасти. Тем более, ввиду последних новостей, у Рацига точно найдется пара лишних грушей за жизнь своего сыночка. Придется нам выбираться из лагеря вдвоем со Сбышиком. Внизу в лагере, на склоне горы, есть место, куда разбойники скидывают мусор через стену. Поговаривают, что дерьмо уже почти к чистоколу подобралось, так что наша задача поднять свою жопу и перепрыгнуть через забор в Парашу, а там уже и свобода. Ну, млять, прям побег из Шоушенка какой-то. Но перед этим стельс, куда же без него. По пути убиваю разбойников, потому что все мои вещи остались в сундуке у Эрика, а туда хода нет. Нахожу дырку через перепрыгнуть, цепляюсь с жопой за забор, с горем пополам спрыгиваю, получаю похлебалу стрелой, ибо нехер щелкать бежать надо, и убегаю вглубь леса, чтобы найти Сбышика. Парниша отводит нас замок Ратай, и вот тут уже начинается самое интересное. Идра рассказывает по-нове о Болгарине. Именно он в день нападения гостил у кобылы в Скалице, и он тот самый вербовщик, что чеканит фальшивые гроши и собирает себе войско из местных головорезов. Итштвантот, так его зовут, работает на Сигизмунде и в его планах разобраться со всеми союзниками короля Вацлава. Рассказываем также о количестве людей и насколько хорошо защищен лагерь. Рацик предлагает напасть завтра ночью, потому что времени совсем в обрез, и подготовиться толком никто не успевает. Нам дают задание наведаться в Тальнберг к Пану Дивишу, чтобы он собрал мужчин, который умеет держать меч и привел их завтра вечером к Вранику. Но перед этим просим Рацика отблагодарить Сбышика за наше спасение. Просыпаемся в своей комнате, собираем руки в ноги и выходим на улицу. Бернард отправляет на Стальнберг Дивишу так, что по коням! Передаем Пану, что в скором времени Иштван собирается напасть на нас, поэтому нам нужны люди. Дивиш говорит Борику собирать всех и выступать. Перед осадой устраиваем небольшой совет, где Инда рассказывает все, что нужно знать по нове. Сколько людей, где палатки, про укрепление и тому подобное. Вечером прогоняем план еще раз со всеми и идем занимать свои позиции. И тут начинается мясишка, мои дорогие. Врываемся вместе с другими солдатами и начинаем устраивать то, что я называю. Я сосал, меня катали, члены жопи написали. Под раздачу попадают все. И бандитасы, и местные фпс-ачи, которые теряются нашим иксбоксачем от таких экшониев. В итоге Аки Соник вырезает всех негодяев в этом лагере и наше дивное наступление закончилось. Иииии, как оказалось, то-то тут нет. И все, мягко говоря, ничего не понимаю. Прошерстив все дома, Инджник находит письмо и отдает его Ганушу. И письмо следует, что все идет по плану. И скоро замок будет захвачен. Господа толком не понимают, о чем идет речь, какой замок падет. В это же время солдаты приводят пленного, которому все это кажется слишком смешным, поэтому держаться за свою жизнь и отвечать адекватно на вопрос он не намерен. Рацик вкратчиво все же пытается узнать, на какой замок планируется нападение, на что пленный со смешком отвечает тот, что ближе всех и без охраны. Дивишу это все очень не нравится, и ближайший замок его вместе с Панией коровками на лугу. Хе-хе-хе-хе, вы будете не победить, никогда не победить. Теперь надо мчаться во весь опору в Таленберг, спасать Панией. Снег у했다ительность цelfляния-эхо-как ходит! Jude как ты fanит резинка под恐怖 будь. Дивись. и john вначenhак нужда́ б избегите, мы особенные в противнике. Съемки! Безерно раздавайте сезали sua велика! Мне Бог может быть. Herrин Stephanie, Es ist nicht klug, wenn wir... Herrin? Meine Männer sind schwer verwundet. Ohne Versorgung werden sie den morgigen Tag nicht erleben. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Внезапно прибегает дозорный, который увидел приближающийся отряд. Есть предположение, что это перемога для Тота. Дивиш решает не ждать, а атаковать отряд, устроив засаду около реки. Пан ставит нас во главе людей со Скаллицы. Вместе с отрядом отправляемся на нашу позицию и выжидаем врага. В нужный момент выпрыгиваем, врезаемся в стан врага, как кэбенчик ванальчик Роберта Баратеона, и балдеем от того, какой мы сильный, сладкий и красивый, прям как Леонид Аркадьевич. До тех пор, пока враги не кончаются. Это его мальчик. Что, этот буряк? Мне нравится респект, Дивиш. Его ты будешь нуждаться, если ты не ешь, когда ты не ешь. О, ну так же, он вебе показывает цены. Мммм, Иштван, скажешь ты? Не Хэр Иштван? Или Хэр Тос? Ви нае стоите их два? Я кене его. Это ерек. Тос, Хауптман и реха Hand. На, endlich. Eine gute Nachricht. Фесселдинь и бевахт ihn gut. Бежим, что есть мочи, чтобы отстоять Трибушет. Снова кровь, кишки, мясо. Рубим налево и направо, а также зарабатываем ачивку, которая лично для меня была как комплимент. Трибушет в порядке, люди вроде тоже живы, ну хоть что-то хорошее за последнее время. Боря предлагает начать обстреливать врага, но Дивиш снова не спешит опережать события. Для начала он предлагает допросить Эрика, чтобы потом была возможность выменять его на пани и рацига. Допрос особым успехом не увенчался. Ничего попутного мы от него не узнали, за исключением одной вещи. Эрик с Тотом находился в каких-то особых отношениях. Благодаря этому действительно есть возможность сделать обмен пленниками. Давай меняться. Нет. А тот еще тот орешек-кириешек. Просто так не хочет сдаваться. Похоже, Трибушет все-таки пригодится. За то, что мы такой дохуя полезный и совсем не толстый, пан Дивиш разрешает нам сделать первый удар по замку. Ждем два дня и начинаем штурм замка. И тут случается то, что я называю эпогей. Всего вообще в принципе. Осада Таленберга это очень короткое, но достаточно приятное событие, которое является сутью, квинтэссенцией, жмыхом всей игры. Во-первых, наблюдайте, как падают челобранчики от вражеских стрел. Очень и очень эпично, скажу я вам. Прям всей душой ощущаешь кошмары средневековых осад. Во-вторых, я как главный энтузиаст и активист поднимаюсь на самый верх самым первым. И словно кратес прыгаю на врагов и начинаю их рубить в сраное мясо. Чтобы сдохли животные. Правда, не успеваем мы словить боевую эйфорию и прыснуть врагу на шлем, как осада заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наконец-то переговоры пришли к чему-то положительному. И что он отпустил Стефани, как и обещал. Обменяв пани на Эрика, тот и его люди выехали за пределы Тальмберга. Подождав немного, следуем за ними, чтобы забрать отца Искалицы. Стефани, как и обещал. Продолжение следует... 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 Да, я не знаю, что ты знал. Я не знал, но я не знал, что я чувствовал себя как феерамплата. Я не знал, что это было в крови. Я не знал, что мне было в него. Дальше, что я не знал. А, это швёрт. Субтитры делал DimaTorzok Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rösern sprechen, wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit. Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. So habe ich es mir immer vorgestellt, meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Ich denke, ich weiß es. Maggraf Jobst. Der Vater des Königs. Ich frage mich, was er will. Wir werden es bald herausfinden. Das war Kingdom Kumi Deliverations. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und jetzt noch nicht, wer es noch nicht nur EPs-Grucks dabei ist. Ich glaube, dass alle in die Musik verabschieden sind. ...zabeli? Ich habe noch einen интерес verstanden. Ich habe sich selbst wieder mit dem Eester bekommen. Субтитры делал DimaTorzok 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 PISION PISION